Гость нашей программы экономист-публицист Юрий Болдырев. Юрий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Путин говорит о том, что лучшим ответом на антироссийские санкции будет создание благоприятного климата для ведения бизнеса. На ваш взгляд, что необходимо сделать, чтобы создать этот инвестиционный климат в нашей стране? Вообще не всякий бизнес нас интересует. И климат не для всякого бизнеса нам нужно исправлять. Всякий финансово-спекулятивный бизнес у нас процветает. Климат для него создан прекрасный, и улучшать его не нужно. Наоборот, его нужно ухудшать. То есть не просто условия для бизнеса, а нужно говорить о производительном бизнесе. При нем к производительному бизнесу есть инструментальные вопросы, а есть политические. Инструментально все известно. Либо у нас должна быть закрытая экономика, тогда вы можете установить любые налоги, любые кредитные ставки, любые лизинговые. Как-то будет барахтаться. Но если вы, не кто-то другой, а вы, нынешний президент, в 2012 году продавил окончательное присоединение уже после последнего избрания к ВТО, тем самым не открыл, а окончательно жестко закрепил открытость нашей экономики для внешних рынков, это означает, что не предприниматели предприниматели должны просто конкурировать с Западом, с Востоком, а государство, власть, президент Путин, правительство Путина, Государственная Дума обязаны обеспечить условия для бизнеса налоговые, кредитные, лизинговые, правоохранительные и прочее не хуже, чем у конкурентов. Как конкурировать при ставке 10,5% Центрального банка в условиях, когда ставка на Западе практически нулевая. Помимо создания благоприятных условий для ведения бизнеса, что еще необходимо сделать, чтобы спасти экономику нашей страны? У нас сейчас нет ясности в отношении будущего. Потому что, если представлять себе так, что мы еще немножко поболтаемся в такой полуконфронтации, а затем замиримся на условиях Запада, то вроде как можно ничего особенного и не делать, а как-то подождать, когда цены на нефть вырастут. При этом надо трезво понимать, что путь бесперспективный. Потому что с каждым днем вот таких колебаний все равно наше научно-технологическое отставание от Запада стремительно продолжает усугубляться. Альтернатива – это все-таки принятие как стратегическое, долгосрочное, не на время вот этих взаимных препаратов, санкций и так далее, а долгосрочно, на многие десятки лет вперед, если не на столетие, стратегической концепции, в общем-то, вынужденного противостояния значительной части окружающего мира. Юрий Юрьевич, согласно опросу Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, более 70% представителей производственных предприятий говорят о том, что роль государства в экономике нужно увеличить. Владимир Путин по своей сути говорит об в обратном, то есть бизнес нужно отпустить, его нужно перестать кошмарить. Что правильнее, как необходимо развиваться и работать, как вы думаете? Два аспекта. Значит, первое, когда сначала, предположим, за взятки, разрешают наставить у метро этих павильонов, это роль государства высокая или низкая? Это государственные органы разрешают. Когда затем сносят эти все павильоны, сказав, что ваши все бумаги ничего не стоят, это роль государства высокая или низкая? Или вообще не о том речь? Значит, речь не о том, высокая или низкая вообще роль государства. Речь о том, что чрезвычайно высока роль феодального произвола, хоть в одну сторону, хоть в другую, хоть на, хоть отдай. С одной стороны, с другой стороны, чрезвычайно низка роль закона, по которому предприниматель и гражданин знал бы, что долгосрочно, десятки лет вперед, он знает, что делать, и к ним никто не придерется. Это один аспект. Второй аспект. О каком государстве это речь? Я надеюсь, о нашем? Конечно. А кто только что сдал страну в ВТО? Сдача страны в ВТО, отказ от суверенных полномочий государства по регулированию, скажем, таможенных пошлин, передачи их над национальным международным органом, в которых наш голос вообще вот даже не просматривается, в отличие от ООН, например. Это что такое? Это повышение роли государства или снижение роли государства? Это отказ от фундаментальных полномочий своего государства, и их передача иным структурам, в том числе зарубежным. Значит, без осуждения подобных действий, без признания ошибки, я не говорю, что надо рвать на себе волосы, я не говорю, что кого-то надо судить. Но невозможно же лицемерить. Если вы говорите о том, что роль государства в подъеме экономики должна возрастать, то это должно означать, что вы у кого-то эти полномочия забираете себе обратно. У кого? У ВТО, у МВФ, у Мирового банка и так далее. Вы должны эти полномочия забрать, с одной стороны, у внешних субъектов, в которых вы же эти полномочия сдали, с другой стороны, вы должны забрать их у своих же чиновников, превратишься в феодалов. Вот так. Юрий Юрьевич, упомянули вы уже о том, что, чтобы предпринимателю быть уверенным, необходимо законодательство. Действительно, многие руководители предприятия говорят о том, что бизнес в нашей стране вести практически невозможно. Почему так происходит? Никто, кроме приближенных, вот самых приближенных наверху, олигархата, не может рассчитать на то, что мы соберемся и отстоим свои права. Это невозможно. Альтернатива – не демократический вариант, но добрый царь. Добрый царь, который думает, прежде всего, о народе, а боярам вовремя дает по рукам. Но этого же мы тоже не видим. Все истории с этой системой взымания платы с грузоперевозчиков, Платона и так далее, они говорят об обратном, что идет процесс выжимания соков из, условно скажем, холопов и, соответственно, в пользу приближенных бояр. Это феодальная система без, вот здесь я скажу жестко, без разрушения которой в пользу системы более равных возможностей, ни о каком конкурентном, по сравнению с нашим окружением, западном, остальном, далее экономическом развитии, просто не может идти речи, к сожалению. Юрий Юрьевич, я благодарю вас за беседу. Большое спасибо, что пришли к нам. И напоминаю, что гость нашей программы – экономист, публицист Юрий Болдырев.